7 июня 2019 года. Вот мы на Рыжковском северном пруду. Он осмолит отработкой, промазывает Володя. А вверху сантиметра 40 остается, чтобы руками брать, можно было ставить. А теперь, когда все забили, за три дня 404 свая. Ужас, не верится. Володя говорит, не могу мне руки отойти, вчера один долбил. Один, 173 сваи задолбил. А на каждого не меньше, ну, допустим, 10-15 ударов. Молот, килограмм 10, вот он лежит. Железные ручки. Вот он сейчас их промазывает. Все, которые места были не промазаны, для того, чтобы можно было ставить. Вроде вчера он, Пенкин, заболел сердце. Кое-как добрался до дому, слег. А сейчас вот делает, помогает. И вот здесь, которые пазухи, все забивает. Володя продолжает мазать. Теперь и вверх. Что, может быть, как-то дождь задержит. Да, так и есть. Мы всегда, когда заборы делали, я всегда думал, что почему мы вверх не промазываем. Ну, 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 ну. Вода-то проникает. Давай, заканчивай и уходим сейчас на огород. Все у нас тут. Вот, вот куда забито. Земля выдавилась. Ну, видно. 404 свая всего здесь. Точно посчитали. Вот он, как пазухи. Тут где-то можно, если там первые были сваи далеко внизу, вода залила. Надо теперь лодку привезти и середину замерить. Это Володимир Иванович Пенкин. Пазухи забивают сеном и землей. Это в ведро, Володя. Так она не пойдет. В ведро. Потом потихоньку там высыпешь. И притрамбовать. Вот так. Дай Бог здоровья всем помощникам. Игорь Добунов сейчас звонил. Марина улетает. Брать ей подарил. Не знаю, какой-то, как назвать. Португалию. Она была во Франции. Она, говорит, пришла-то в общину везде за мной. Но она так и пишет, не скрывает. Игоря не будет. Дальше не знаем, как. Но она сейчас секретарь, слава Богу. Я говорю, как она за тобой. Так тогда пусть за тобой в Потеряевку едет. Он сейчас в Потеряевку на той неделе, на будущей. Ну, не знаю. Ну, вот видишь как. Игорь Иванович, вот вы говорите, людям отдыхать, приезжать. А какой тут отдых-то? Смена труда есть отдых. Ну, конечно. Какой тут отдых? Смена труда есть отдых. А то, которое отдыхать, те совершенно отдельные люди. Лидия вот приехала, почему она такая недовольная уехала? Она думала, что здесь будет отдыхать. Ну, она ничего не думала совсем. А почему не думала? Да почему не думала? Ей хотелось увидеть. Она мне выговаривала. Я думала, буду ходить отдыхать. А меня тут запрягли и все. Ну, чтобы я работал, а потом сам себя за это упрекал. Это вообще шикарно. Я думал, а что тут думал-то? Двое ребятишек приготовила обед. Упарилась. Ну, это только одна радость. Сразу заявляет, за детьми смотреть не буду. Я такое первый раз в жизни встречаю. Не надо это пример ставить. Думают. Ну, кто приезжает с первого. Вот сейчас Алена приезжает в который раз. Что делать? Особенно сейчас вспоминали здесь Марину Христенко. Как мы с ней здесь работали. Вот работник. Одна, говорит, за двух мужиков. А там трактор гоняет. Это дай-ка на такой скорости что-то делают. Я не знаю, видно его или нет. Трактор какой-то досуг. Ну, вот, Беларусь. Это обработка полейбина идет. Ну, скорость большая. Ну, сейчас Володя заканчивает мазать, и мы уходим. Теперь бульдозер. Будет или не будет. Да как бы цену не повысили. Было за подвозку 22 тысячи. За подвозку та же. Или с кем-то пополам. И плюс каждый час рабочие. А рабочие не стоят. Как завел, он стронулся с места. И пока он едет, и пока отсюда час возвращается на такой скорости, что ступней просто шагает. Так, ступня к ступне при. Все равно это считается полторы тысячи. Сейчас. Ну, короче, мы зато и соглашались. Но если еще повысят, тогда я не знаю, что получится у нас. Ну, выбрать один пруд. Один пруд выбрать, и все. Нет, брат, никак. Нам надо здесь вот обязательно надо вот это вот сравнять. И второй мостик. Без него никак нельзя там расширять, надо и поднимать. Нет, надо делать. Вот сейчас у тебя принесли косу купленную. Сегодня пришлось мне обкашивать вторую сторону, чтобы тракторист видел, где конец, чтобы не рухнул яму дальше в эту сторону. Все, спина мокрая с утра. Это не журналисту, это брать интервью, ездить там и туман, говорится, тень на плетень наводить. Это работа. Вот сейчас только копал землю вот эту, натащил, допил эти лопаты. С собой брусок всегда. Она приезжала, думает отдыхать где. Но это я говорю о тех, которые приезжают отдыхать. А никто не приезжает, чтобы именно так отдыхать. Нету никого. Я приглашал тех, которые помогали. Помогали лагерю, продуктами. Когда-то я всех помню, каждый раз приглашаю. Отдельно. Сами себе готовьте, все. Но курящим места нет. Курящие тут правила определенные. Табак даже не заносить. Вот какая гладь.